Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Татауров Артем Михайлович. Я представляю вашему вниманию сообщение «Жизненная стратегия Владимира Михайловича Бехтерева». И, скорее всего, в каком-то контексте она пойдет параллельно докладу Андрея Александровича, потому что были они кровные конкуренты с Павловым, и что-то отразилось на деятельности. Так вот, у вас в раздатке перечислены стратегии, а здесь небольшая схемка, которая поможет понять отдельные моменты. Владимир Михайлович — это был русский невропатолог, психиатр, психолог, физиолог. И в его стратегиях, в основных, я выделил четыре штуки. Первый из них — это построение общей и проверяемой картины на основе четких критериев. Это звучит достаточно нормально для науки, то есть это естественная вещь. Но Владимиру Михайловичу везло, так сказать, в его областях. Многие из них, они либо не имели такой практики, это не было проработано, вообще подход какой-то измеряемый, либо там царили совершенно иные подходы, например, в психологии. Психоанализ с этим, в общем-то, в каком-то смысле несовместим. Что мы здесь трактовкой занимаемся ощущений и переживаний, а не что-то зафиксировать, пытаемся проверяемое. Соответственно, здесь также в этой стратегии сказано, что общая картина. Его исследование всегда носило такой характер, чтобы не просто прояснить некую область. Она должна была пролить свет на стоящие вещи, соседние. Например, функции мозга, которые он исследовал в самом начале, они необходимы были для продвижения исследований в психологии, в психиатрии. В психиатрии он выбрал в университете. И, соответственно, дальше вторая стратегия, нахождение сочетания решений вместо одного решения. Это тоже достаточно вроде бы очевидная вещь. Он это преподносил как основу своей школы, которая у него достаточно рано появилась. И что это давало? Во-первых, это повышало эффективность методов. Что вообще? Например, есть болезнь, истерия, какой-то род. И Бехтерев, изучая гипноз, выявил очень полезные эффекты для применения, но сказал, что нельзя использовать этот один подход. Необходимо применять медикаментозное лечение, физическую активность и какие-то дополнительные еще решения. Соответственно, что это давало? Повышало эффект, поскольку сочетание вместо одного решения – это все-таки более эффективная вещь. Это сглаживало риски, потому что один или два метода могут не сработать. И также, как условие, поставленное перед коллективом, перед человеком, найти комплекс решений – это может быть страховкой от такого подхода, когда мы одно решение нашли, и все, тема раскрыта, тема закрыта, все пошли домой. Мы отмазались от нее, так сказать. Соответственно, следующее. Научное рассмотрение спорных или нетрадиционных проблем. Здесь они отмечены как гипноз, внушение и телепатия. Георгия Борисовича нет, он меня за это не съест. Но Бехтерев много внимания удивлял этим вопросом, потому что, видимо, они шли с копом неким. И что там было? Проводились совершенно серьезные научные исследования всех этих вещей. В гипнозе были выявлены эффекты, которые позволяли его применять, в том числе в случаях, когда человек просто языка не понимает. То есть гипноз являлся не продуктом речи, а продуктом каких-то физиологических процессов. Внушение было выведено из ранга внушения мысли на расстоянии в ранг того, что это тоже некий процесс, в рамках с гипнозом он хорошо работает. И телепатия была отсеяна как лишняя вещь, которая просто мифом является. То есть, соответственно, в более широком смысле для нас, что может быть актуальным, что мифологические темы или темы, где царит бардак, в них есть потенциал, он может быть. Но требуется обязательно страховать себя при работе с такими темами. Страховать, например, научным подходом. Четвертое. Работа на границе известного. Тоже творческий результат это всегда что-то неизвестное. Но здесь я просто бы хотел отметить, что Владимир Михайлович не искал специально, чтобы нам такого изучить, что еще никто не изучал. Его работы функции мозга, где он провел первые, очень продуктивно, первые, пожалуй, 10 лет, классические труды сдал, они носили прикладной характер. Они должны были помогать исследованиям психиатрии и психологии. То есть, выбрав эти направления, он ушел в функцию мозга и продолжил дальнейшее потом изучение. Второстепенные стратегии. Развитие ключевых навыков, необходимых для профессиональной или творческой деятельности. В случае Бехтерева это писательский навык. Не в смысле написания литературных произведений, а написания научных статей, каких-то выступлений, необязательно на научные темы. И знание языков. Просто здесь дополнительно скажу, что повезло ему, может быть, с языками, а может быть, нет, непонятно, почему он, например, изучал немецкий и французский, но это помогло ему именно работать с передовыми исследованиями и с передовыми профессорами во время стажировки. Создание лечебных и научных заведений для проведения масштабных исследований. Например, Бехтерева считают отцом российской нейрохирургии. Он не был нейрохирургом, но он очень рано понял пользу и необходимость внедрения, развития, и внедрял ее в своих заведениях. Так вот, он создал за свою профессиональную деятельность 25 лечебных и научных заведений. В том числе очень много известных было в Санкт-Петербурге, включая психоневрологический институт. Какие-то из них расформировались, какие-то сокращались в дальнейшем, в том числе во время его работы, но какие-то продолжали работать. И даже там, где он не мог принимать невосредственное участие, например, он не был, как я сказал, нейрохирургом, он проверял свои диагнозы, которые он ставил как психиатр, направляя, собственно, на операцию пациентов. Выстраивание рабочего ритма. В принципе, это часто встречается вещь. В случае Бехтерева у него было два уровня ритма, это суточный и годичный. В суточном примерно обстояло дело так, что рано утром, пока семья спит, и поздно вечером, когда семья уже спит, он работал над своими записями и в целом работал над ними, когда только мог, в транспорте, например. А во время дневной, в вечернее он работал над научной деятельностью, над преподавательской. А в течение года у него был некий летний период, когда он на даче писал свои основные научные труды. И из антистратегий нечто похожее, наверное, на Павлова, это в каком-то смысле нечто немножко другое, конечно. Готовность идти на конфликт с властью без необходимости. В этом играла роль его специфическая позиция, свойственная того времени. То есть неприятие царского режима, неприятие капиталистического строя, он видел в этом неправильный путь для развития личности, для развития коллектива. Развитие коллектива он уделял очень много внимания. Он у него находился на его основных дальнейших финальных исследованиях. И его отдельные высказывания делались из каких-то таких провокационных побуждений, что ли. Просто проявить свое отношение, неприязнь какую-то. В результате рабочие конфликты административные, организационные перерастали в личные. Личные конфликты перерастали в доносы, в расследования. В результате Бехтерева сначала сняли из президентства хирургической академии, а потом лишили его основного исследовательского института, психоневрологического. Но только по счастливой случайности, благодаря февральской революции, этого не произошло. Указ просто не вступил в силу. Однако могло быть все очень плохо. В целом у меня все, и я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин